Добрый день, меня зовут Юрий Корнев, я фермер из города Красноармейска, Саратовская область. Сегодня я представляю инициативную группу жителей нашего района, которые много лет занимаются животноводством. Выступить с публичным обращением нас заставила проблема, которая, я уверен, в Саратовской области волнует всех, кто занимается животноводством. В Российской Федерации существует порядок оказания ветеринарных услуг, в том числе разнообразных профилактических мероприятий против опасных болезней для животных и человека. Существуют правила оказания ветеринарных услуг. Они утверждены постановлением правительства Российской Федерации, соответствующим приказам Министерства сельского хозяйства, а также законами о защите прав потребителей. Закон о ветеринарии и еще целым рядом других документов. В соответствии с ними ветеринарные услуги должны оказываться как на платной, так и на бесплатной основе. В этих документах оговаривается, что проведение профилактических мероприятий, лабораторных исследований, вакцинаций, в том числе и сама вакцина, является расходным обязательством бюджета, субъекта Российской Федерации и также федерального бюджета. При этом федеральный административный регламент обозначил четкий перечень особо опасных для животных и людей болезней, а также бесплатных ветеринарных услуг по их профилактике, то есть тех, которые должны финансироваться бюджетом государства. Однако на протяжении нескольких последних лет государственная ветеринарная станция города Краснодармейска совершенно незаконно взымает плату за проведение профилактических мероприятий. А именно за осмотр животных перед иммунизацией, за диагностические исследования, за вакцинацию животных против сибирской язвы, за взятие крови на лейкоз, бруцеллез, туберкулез и т.д. Создается мнение, что происходят коррумпированные действия сотрудников ветстанции для присвоения денежных средств, взятых собственников сельскохозяйственных животных, а также искажения законодательства в данной сфере. Эти расходы вложатся на бюджет фермеров серьезным грузом и, конечно же, повышает себестоимость продукта. Насколько мне известно, та же проблема существует и в других районах области. Сотрудники ветеринарной станции объясняют проскурацен на свои услуги тем, что якобы взятие крови на бруцеллез и лейкоз не относится к перечню мероприятий по предупреждению особо опасных и заразных заболеваний и поэтому является платной услугой. По логике красноармейских ветеринаров получается, что бруцеллез, туберкулез и лейкоз уже не относятся к особо опасным для животных и людей болезням. Однако нам точно известно, что до настоящего времени не существует никакого прямого приказа или постановления о выводе этих заболеваний и статусе особо опасных. На наше письмо в Федеральный департамент ветеринарии заместитель директора Андрей Александрович Маковнин ответил, что Минсельхоз России ежегодно осуществляет обеспечение лекарственными средствами субъекта Российской Федерации, что профилактические мероприятия проводятся на основе специального плана исполнительной власти, что мы вправе запросить этот план в случае, если его нам не предоставят обратиться в прокуратуру. На наше повторное письмо в тот же департамент ветеринарии за более подробным объяснением позиций ответил другой заместитель директора, это Ольга Александровна Бушева. В ее письме указано, что такие болезни, как бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, являются карантинными и особо опасными болезнями как для животных, так и для человека. В письме нам сообщили, что Минсельхоз России ежегодно за счет средств федерального бюджета осуществляет проведение открытых акционов на поставку лекарственных средств и средств диагностики для проведения этих мероприятий на территории субъектов Российской Федерации согласно их потребностям. Ежегодно закупается и поставляется в субъекты Российской Федерации порядка 75 номинований лекарственных средств для литеринарного применения и средств диагностики, для проведения диагностических исследований и профилактической вакцинации животных против 23 карантинных и особо опасных болезней, в том числе 9 общих для человека и животных. Это сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, листериоз, САП, усопатогены, грипптиц, бешенство. Мы неоднократно обращались в управление ветеринарии и в Российской Федерации в Саратовской области с просьбой предоставить административный регламент всех мероприятий и планов в области ветеринарии с четким перечнем платных и бесплатных услуг. Нам также было бы очень интересно узнать, на что именно расходуются бюджетные средства, которые выделяются на ветеринарные услуги помимо зарплат ветрачам. Однако получить такой документ мы так и не смогли. Очевидно, он хранится в каком-то сейфе под грифом «совершенно секретно». Не помогло и наше обращение в районную прокуратуру. Ответа как не было, так и нет. Сегодня наши проблемы известны в областной прокуратуре, но она пока ограничилась запросом к тому же районному прокурору. На обращение в управление ветеринарии Саратовской области нам дали пояснение, что нарушений в действиях сотрудников Красноамейской районной станции по борьбе с болезнями животных не установлено. Был получен ответ от заместителя председателя правительства Саратовской области Василия Разделкина. Дословно там сказано следующее. Следует отметить, что приказ за номером 476 не относит бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, летостериоз и особым опасным заболеваниям животных. Следовательно, вывод заявителя об обязанности проведения диагностических исследований и вакцинации по перечисленным заболеваниям за счет средств бюджета Саратовской области не обоснован. Странно прочитал приказ Василия Михайловича, ведь как раз в перечне приказ минсельхоза за номером 476 все перечисленные заболевания есть. А также существует перечень за номером 62, в который тоже входят эти болезни, но он его не указал. Более того, все перечисленные в ответе разделки на заболевания вошли и в план мероприятий, который утвердил Управление ветеринарии Саратовской области. В чем же тогда проблема? А дело в том, что есть еще один документ, который нам до сих пор увидеть не удалось. Называется он административный регламент. Именно по нему осуществляются все ветеринарные мероприятия в области. По идее, именно там и должны быть хорошо расписаны все наши права и обязанности. То есть, за какие услуги ветеринаров должно платить государство, а за какие фермеры. Так вот, получить от чиновников этот документ на руки оказалось совершенно невозможно. В общем, круг замкнулся, и мы так и не смогли добиться ответа на жизненно важный вопрос для огромного числа жителей сельской местности, которые занимаются животноводством. Мы просим считать наше видеообращение официальным обращением в правоохранительные органы Саратовской области. Мы обращаемся также ко всему депутатскому корпусу Саратской областной думы, ведь именно вы, депутаты, принимали бюджет на эти мероприятия. Считаем, что было бы правильным создать комиссию и проверить, на что были потрачены и выделены бюджетные средства. Обращаемся к министру сельского хозяйства Саратовской области Роману Станиславовичу Ковальскому, губернатору Саратовской области Валерию Васильевичу Радаеву с просьбой лично вникнуть в эту проблему и выяснить, кто персонально из госслужащих должен ответить за сложившуюся двусмысленную ситуацию. Мы обращаемся и к Вячеславу Викторовичу Володину, не только как спикер Государственной думы, но и как к выпускнику Саратовского института механизации сельского хозяйства, который не понаслышке знает, как труженик села нуждается в эффективной государственной поддержке. Сельский труд был и остается очень нелегким. Сегодня все меньше и меньше людей посвящает ему свою жизнь. Вот почему мы еще раз публично обращаемся ко всем государственным учреждениям и лицам, ответственным за эту проблему. Мы хотим добиться полного выяснения истины и окончательного решения вопроса о том, какие именно услуги местных ветеринарных специалистов должны считаться платными. Все документы по этой теме должны быть открытыми и доступными каждому жителю области. Документы, на которых основано наше обращение, прилагаются. Продолжение следует...